В Москве завершилось голосование по выбору имени для маленькой медведицы, найденной в Среднеколымском районе. В финальный этап прошло несколько потенциальных кличек для найденыша. Это Аяна, Чалбон, Сахаяна, Колымана, Россияна, Северина, Умка, Снежана, Якутия и Метелица. В итоге медвежонок получил двойное имя. Какое и как сейчас себя чувствует детеныш, расскажут наши корреспонденты. Умка Аяна. Такое имя выбрали для медвежонка-сироты из Среднеколымского района, за судьбой которого следила вся Россия. Первая часть имени дана в честь известного персонажа советского мультфильма. Вторая – от якутского слова, что значит «дальняя дорога». Имя для молодой белой медведицы выбрали путем голосования. Напомним, что самка белого медведя, которая около 11 месяцев, была спасена экологами в сентябре. Сейчас малышка получила постоянную прописку в Москве. Полярную гостью принял московский зоопарк. Решение по месту реабилитации и постоянного содержания принял Росприроднадзор Российской Федерации. Сейчас маленькая Умка Аяна уже девятый день проходит реабилитацию в Центре воспроизводства редких видов животных – зоопитомники московского зоопарка. За ней наблюдают, делают прививки, она обживает свой новый дом. Ну, медведь приехала уже в хорошем состоянии, общительная она девочка, и аппетит хороший. Идет на контакт с удовольствием и с людьми, и со своими соседками. Она, скорее всего, неполноценно питалась, и какое-то время, может, у нее немножко затянутое развитие. Ну, на это, я думаю, в течение полугода мы должны скорректировать, и она уже будет расти, как и должны медведи белые. В прошлом году в московский зоопарк приехала белая медведица Ника, которая отстала от своей матери и не смогла бы выжить самостоятельно в природе. Ника и Аяна будут проживать совместно. Это позволит молодым медведям социализироваться. И Ника, и Аяна родились в дикой природе, их здесь называют природники. А такие животные особенно ценны для питомника. Ведь в зоопарках не избежать близкородственного скрещивания, а тут, как говорится, свежая кровь. Они очень интересны друг другу. И Ника, и Аяна, они очень интересуются, подходят к шиберу все время, обнюхивают, даже пытаются его как-то выломать. То есть пытаются более плотно поконтактировать. Умка Аяна будет участвовать в программе по сохранению и размножению ценных видов животных. Центр воспроизводства принимает участие в 16 международных программах по разведению редких и исчезающих видов. В дальнейшем планируется подобрать Умке Аяне генетически ценного партнера в одном из зоопарков России. Так будет сформирована ценная резервная база полярных медведей, вид которых сегодня зафиксирован как легко уязвимый в природе. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин. Московский филиал НВК Саха.